Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Эх, ебутешечка, а помнишь те времена, когда шкалатроник с валом турниры разносил? Ностальгия, сука, варбаксовое оружие тогда было настолько сильно, что с ним можно было реально тащить, а порой оно даже было в мете. Ладно, сглатываем донат, вытираем губы от кредитов и давай обсуждать новый вал. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, капитан очевидность, варфейс, и в нем же, в этом варфейс, новый АС-вал. Не путать со старым АС-валом, у нового тряпочка на стволе. И к моему большому сожалению, это порой единственная внешняя черта, по которой их можно вообще отличить. Ну, к этому вернемся позже. А пока что оценим его, скажем так, технические и нагибные свойства. А они, должен заметить, в рамках класса штурмовик весьма хороши. ТТХ говорят нам о том, что вал таки имеет хороший темп стрельбы для трекинга. И это, друзья, при годном-то уроне. И юминкой, так сказать, вишенкой на торте является его наисексуальнейшая отдача, которая больше напоминает мягкий макрос. В былые времена такое могло нам только присниться. А вот те самые макросы тогда были реальностью. И с тем самым валом, кто помнит, играли очень часто, ну будем по чесноку, более чем в половине случаев именно так. Мягкий ход на 20 патронов. И если при этом у тебя руки не совсем из жопы, ты топ пацан. Хотя, с другой стороны, если у тебя руки не из жопы, зачем тебе вообще макрос? Ну, это, в общем-то, уже разговор отдельный, отдельная дискуссия. Тут есть свои за, тут есть свои против. Мы же рассматриваем новый вал. И сразу скажу вам, с ним невероятно приятно играть. Он просто мега нагибной. Он охрененный. Я не знаю, почему, как они, сука, так сделали, что это за магия. Но ты берешь его в руки и с ним легко стрелять, и с ним легко попадать, и с ним легко делать серии, и с ним просто легко божить, что называется. Возможно, дело в умеренной тряске и практически отсутствии отдачи. Но, ребята, у нас были пушки, у которых отдача тоже почти отсутствует. Но при этом почему-то играть с ними неудобно и попадать как-то не получается и т.д. и т.п. А вот вал как раз все эти полезные свойства в себя вобрал. Неужели появился конкурент Кац ПДВ? Ты знаешь, капитан очевидности, я думаю, что да. Да-да-да, друзья, я считаю, что вал, как ни странно, лучше, чем Кац ПДВ. Да, у Каца больше темп. Да, он такой типа а-ля Беретто былых времен, а РХ все дела. Но Кац, он проблемен. Он не каждому понравится. У него реально неприятная рандомная отдача. Не сильная, но неприятная. И поэтому на своих родных штурмовых уже дистанциях и дистанциях больше, там, дистанциях снайпера, Кац подводит порой. Он неприятен, он по-своему, если честно, омерзителен. Да и внешний вид у него не секс. Да и интегрированного глушителя, который абсолютно не режет урон, у него тоже нет. Вал же пусть и уступает ему по параметру урон в секунду, но, ребята, тот же интегрированный глушитель. Вспомним АМБ. Это не просто приятная фишечка, а огромный аргумент. И поскольку это не очередная пушка эпохи АК-12, АК-15, темп здесь всё-таки повыше, да и отдачи вообще нет. Я считаю, что если он однозначно и не вытеснит Кац, то это его прямой и очень серьёзный конкурент. Но тут же должен заметить, что есть у этой пушки один огромный, я бы сказал, гигантский недостаток. И это, ребята, родной прицел. На первый взгляд, ну, он не то чтобы хорош, но и не совсем плох. По сути же, это лютое говно. Нет, не из-за внешнего вида, нет, не из-за каких-то там особых свойств, ТТХ и так далее. Просто у этого прицела есть очень нехорошее свойство, очень нехорошая, так сказать, особенность. Такое ощущение, что его делали, играя в Call of Duty. И называется это свойство АИМ Панч. То есть, когда по вам попадают, у вас прицел начинает люто трясти, он у вас начинает плавать. И если вы перестреливаетесь с помощью вала, с помощью этого прицела с каким-то противником, и он начал в вас попадать, вы, скорее всего, очень часто, если противник не совсем рукожоп, вы отъедете. При этом, если вы установите любой другой прицел, этого не произойдет. У вас не будет так сильно мотылять ваш прицел, вы сможете нормально концентрироваться на стрельбе, и вы противника перестреляете. Поэтому запомните самое главное. Я не знаю, может у кого-то ситуация другая, картина иная. Но, если у вас так же, как у меня, вы понимаете, что этот прицел с ним что-то не так, просто с ним не играйте. Ставьте любой другой. Поверьте, вы вообще ничего не потеряете, потому что зум у вала, так или иначе, всегда достаточный, всегда хороший, всегда годный. И, используя любой адекватный прицел, вы будете очень качественно нагибать. То есть, всё-таки класс штурмовик снова в деле. Нет, капитан, очевидность, штурмовик, к сожалению, не в игре даже с использованием КАЦ ПДВ, друзья. Да-да-да. Почему? Да потому что, если бы сейчас в мете у инженера была АМБ, то и КАЦ ПДВ, и, соответственно, АС ВАЛ новый, они были бы достаточно сильны и достаточно хороши, чтобы штурмовик занимал свою нишу. Но поскольку у инженера теперь квадроцикл, а скоро ведут ещё какую-нибудь более лютую имбу, да, честно говоря, того же КТАРа нового хватало бы, чтобы КАЦ уже был не такой убедительный, как и АС ВАЛ. Поэтому пушка классная, но в рамках класса. Соревноваться с квадроциклами, с новым КТАРом, со всей этой дичью, с КОБРами, я бы, честно говоря, на серьёзных щах, да на каких-нибудь высоких лигах попросту бы не рискнул. Но судя по твоим хвалебным речам, крутить ты его всё-таки будешь. Крутить буду, Капитан Очевидность? Да-да-да, друзья, крутить вот эту пушку я буду. Почему там? Покупать, крутить, в общем, так или иначе хочу её приобрести. Ну, чтобы видео были более разнообразные, какие-то нарезочки, для себя приятные, классные, поиграть паблики, да и подрывы какие-нибудь, да почему бы и нет. Нет, это не мета, потому что штурмовик, в принципе, как я уже сказал, опять не в мете, из-за того, что опять у нас слишком имбовые пушки добавили. Но пушка классная, пушка годная, и это та пушка, с которой ты не будешь себя чувствовать каким-то аутсайдером. С одной стороны, а с другой стороны, с ней реально приятно играть-то. Почему бы и нет? Если честно, на сегодняшний день, по соотношению нагиб и приятность игры, это лучшая пушка у штурмовика вообще в игре. А всё-таки признайся, Рокутагин, а лодосы сумели сделать классную пушку. По-моему, это уважаемо. Я бы мог сказать, что это уважаемо, да, это приятный геймплей, да, это хороший, в принципе, в рамках класса ТТХ, да, 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 но когда пушка, её моделька, а это чуть ли не половина, а может большая часть всей работы над оружием, отличается от прошлой просто намотанным каким-то бинтом на стволе и прицелом, причём прицел вообще неубедительен и неинтересен, то при всём моём уважении к проделанной работе, уважаемым, я это назвать не могу. Продолжение следует...